Приветствую, друзья! Вдохновленный действительно впечатляющим успехом модели Timeless, компания 7 Гц представила свои новые, на этот раз чисто динамические внутриканальные наушники под названием Eternal, в которые установили довольно-таки серьезный по своим габаритам и характеристикам излучатель самого последнего поколения. Выглядит все это ну просто сногсшибательно, ну а что касается измерений и непосредственно звука, нам и предстоит сегодня разобраться. Собственно, поехали. Пришли наушники в яркой картонной коробке с логотипом производителя, изображением фронтальной части чашечек и подробными техническими характеристиками с обратной стороны. Из важного отметим импеданс 30 Ом и чувствительность 109 дБ на мВт. Здесь же на боковой грани расположилась информация о выбранном вами при покупке штекере. У меня это, как видите, Пентакон 4.4 мм, но также доступны балансные на 2.5 мм и классический уже джек на 3.5 мм. В комплекте находим тяжеленький, такой полностью металлический фирменный кейс для переноса, комплект документации и три набора силиконовых амбушюр разного размера и цвета, в том числе и эти самые белые с разноцветным сердечником, способные украсить собой звучание абсолютно любой модели. Кабель тут плотный, витой, с гибкими заушинами из термоусадки и прямым металлическим штекером. Аппаратура показала сопротивление его общего канала равным 0.235 Ом, а левого и правого 0.162 Ома. Разброс не такой уж и значительный, так что все в пределах нормы. Соединение же осуществляется на в меру тугих ММСХ коннекторах. В прошлый раз я жаловался на сложность при их отсоединении, но, как оказалось, просто нужен был хороший инструмент. Сами чашечки здесь довольно-таки крупные, со стилизованными под огромные динамики фейсплейтами. Да, не стоит обманываться, это лишь текстура, но выглядит, признаю, просто потрясающе. Еще и отражающее свет внешнее стеклышко придает такого антуража. Дизайнеры поработали на отлично, тут ничего не скажешь. С внутренней же части находим целых три комиссионных отверстия к ряду и еще одно там, где и расположился 14.5 мм динамический драйвер. Звуковод, как по мне, довольно-таки длинный, однако из-за габаритной внешней части далеко засунуть модель в ухо не получится. Впрочем, на то и расчет с приложенными в комплект широкими насадками, без которых здесь было бы ну вообще никак. Посадка лично мне показалась удобной, но только для прослушивания. Для занятий спортом рекомендовать их никак не могу. По измерениям у нас чуть более продолжительные относительно нормы и импульс, небольшое расхождение между левым и правым каналом и искажения в пике достигающие полпроцента. Да, ровно то, что уже было в Timeless. Фаза ведет себя вполне естественно. Затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 97 мс, причем практически без возмущений. Разница между амбушюрами присутствует, однако разброс несущественный. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7 дБ с плавным заходом на середину, внушительное выделение области разборчивости, дополнительный пик для имитации заушной раковины и классический пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. Сам же диапазон нам довели примерно до 17 кГц, дальше уже идет сильная просадка по уровню. В этот раз, как видим, производитель решил отказаться от хармановской настройки в угоду классической по теории психоакустики, что на мой взгляд очень правильный выбор. При тестировании мне сразу же захотелось сравнить героев обзора с уже полюбившимися мне наушниками от BQAs. Так вот, сравнения Otten звучат ярче, прозрачнее, но с куда меньшим весом, более острыми атаками и подчеркнутой передачей эмоций. Eternal кажется гуще на низах, сочнее, но заметно суше на верхней половине спектра, из-за чего эмоциональность чуть тушится, зато улучшается разборчивость и драйв. Да и по общему восприятию Eternal звучат заметно собраннее и взрослее Otten. Низкие, как я уже упоминал, кажутся глубже и объемнее, из-за чего мужской вокал и разнообразные среднечастотные инструменты получают хороший такой базис. Достойно там все и с динамикой, однако прямо прозрачности текстур здесь, конечно же, не наблюдается. Практически по всему частотному диапазону мы имеем приятное слуху аналоговое смягчение. К тому же на средних частотах проявляется небольшая разнородность. Нижняя их часть сочная, певучая. А чем ближе к верхам, тем звучание становится суше и нейтральнее. Это, конечно же, не дает разгуляться экспрессии, но зато общий характер обретает куда более взрослые формы, что ощущается как действительно качественный звук без попытки выделиться или как-то подсветить тот или иной диапазон. Расстроятся только лишь ценители ярких, звонких верхов. Высокий нам настроили не для того, чтобы они как-то выделялись, а исключительно, чтобы подчеркнуть и продлить по частотам звучание среднечастотных инструментов различной перкуссии. Слушается это, конечно, не так здорово и эффектно, но куда терпимее качество музыки и правильнее в акустическом смысле. С той самой телесностью и неплохой разборчивостью. Пробуя наушники с разными видами источников, я практически каждый раз получал какой-то новый опыт. Так уже рассмотренный нами мобильный ЦАП DD Hi-Fi TC44C превратил связку во что-то совершенно феерическое. Мелодичности и эмоции источник сам льет через край и в совокупности с ним довольно сдержанное такое звучание привело к просто фантастической гармонии. И именно в связке с героем обзора данный ЦАП и поразил от меня в самое сердце. Стационарный ЦАП SMSL DO200 вместе с усилителем для наушников HO200 своим уровнем, на мой взгляд, гораздо лучше соответствует 7 Гц Этернал. Звучание в данной связке получилось хорошо сбалансированным, выразительным и максимально естественным. Сомнения вызвала лишь пара с Shanling UA5, у которого тоже все достойно с массой, но при этом есть уклон в детали и легкий такой эффект отстраненности. То есть в зависимости от характера источника восприятие данных наушников меняется, на мой взгляд, очень существенно. От мониторной сухости до просто искрометной передачи эмоций. Неизменным остается лишь достаточно взрослый такой характер звучания и просто безумно вкусно приготовленный бас. Относительно выходной мощности для героев обзора, возможно, в силу балансного подключения, но не заметил каких-либо особых требований. Это вам, друзья, не Кенера Урт. Переключение моего 6-ваттного усилителя на средний уровень добавило в звук небольшую бархатную мягкость и чуть подчеркнуло выразительность. Собственно, как это всегда и бывает. Так что прямой зависимости я тут не заметил. Куда сильнее, как я уже упоминал, влияет непосредственно источник сигнала. В сравнении же с теми самыми 7 Гц Таймлесс мы получаем одинаковый эффектный бас, верха у Таймлесс дают интересный такой призвук и куда сильнее выделены, середина же солиднее у Этернал. Да и вообще, если Таймлесс завораживает своей прозрачностью и протяженностью, то в Этернал мы получили естественную для инструментов массу, глубину и куда более точное ощущение сцены. В студийных записях хорошо прослеживаются габариты помещения, а в разнообразных концертных записях чувствуешь, что, например, хор располагается от нас на довольно-таки солидном расстоянии, флиты чуть ближе, а скрипки практически у сцены. То есть передача различной оркестровой или другой мультиинструментальной музыки здесь происходит гораздо точнее, чем это было в Таймлесс. И это не говоря о старом добром роке, разнообразном по скорости металле, разноплановой электронике, блюзе и куче других заслуживающих уважения жанров. Единственное, чего бы я точно не делал в контексте 7 Гц Этернал, это не подключало бы их к аналогам у выхода вашего смартфона или планшета, ну или к откровенно бюджетным аудиоплеерам. Наушники, конечно, сами по себе несут очень серьезный уровень, но вытянуть откровенно слабый источник, на мой взгляд, не в силах. Так что первым делом оцените, есть ли в вашем парке то, что окажется в уровень с героями обзора. Вот тогда Этернал реально раскроются и смогут подарить вам просто бурю положительных эмоций. Ну а как программу минимум еще раз напомню про DD Hi-Fi TC44C в паре они ну просто огонь. Из комплектных насадок рекомендую использовать белые с цветным сердечником, мне они показались наиболее мелодичными и утонченными. Полностью белые делают звук чуть грубее и массивнее, а синие мне вообще просто-напросто не сели. Итогом, динамические внутриканальные наушники с 7 Гц Этернал прежде всего удивляют, конечно же, качеством своего звучания. Сочный такой естественный звук с заявкой уже не на меломанское, а скорее на аудиофинское восприятие слушателя. Здесь действительно все серьезно и источник к ним требуется соответствующий. При этом в отличие от Timeless имеется правильное по количеству масса, объем и передача пространства сцены в глубину. То есть не передний планный аккомпанемент, а полноценное расположение инструментов среднего или даже большого оркестра. Timeless, увы, так не умели. Ну и с высоких убрали акцент, сделав их хорошим дополнением к средним частотам. По факту лично у меня наушники вызвали полнейший восторг. Хотя и не со всеми моими источниками сыгрались, но вот если сыгрались, то уже просто не оторваться. Вполне могу рекомендовать их к дорогому плееру или ЦАПу. Ну и комплект тут без сомнения внушает уважение, как и внешний вид. А на этом у меня все. Это были динамические наушники 7 Гц Этернал. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом. Спасибо.